Всем привет, с вами Элис фон Блэк и сегодня мы начинаем новую игрушку под названием Life is Strange. Назвем ее небольшой альтернативой для моего канала, потому что игры подобного рода я еще никогда не проходила. Собственно говоря, как я уже писала в своей группе вконтакте, что спойлеров не будет, игру я эту не знаю. Я так чисто глянула пару видео и все. То есть такой чистый белый лист, я надеюсь то, что я в ней разберусь. Ну и немного информации. И разработчики у нас Don't Not Entertainment. И в игре есть 5 эпизодов, вышли они все в разное время, то есть там с каким-то небольшим интервалом. Вышла она в 2015 году. Первый эпизод вышел в январе, второй эпизод вышел в мае, в марте. Второй в марте, третий в мае. Четвертый в июле и пятый в сентябре. 2015 года, то есть игрушка у нас сейчас полностью уже вся вышла. С конвейера, скажем так. Ну и еще немного информации. Это у меня, скажем так, ну, бесплатная версия. От механиков. И она с полностью русской озвучкой. То есть это точно так же, как у нас идет сейчас с кипсейком. То есть я буду в основном молчать. Ну, может быть, высказывать свои мысли. Я знаю то, что многие там не любят там русскую озвучку. С кипсейком я даже не парилась, потому что там русская и немецкая почти ничем не отличаются. Голоса абсолютно идентичны. Насчет этой я не знаю. Потому что я не слушала английскую озвучку. Может быть, там кто-то сейчас начнет моросить по поводу того, что... Да, ну, как можно играть с русской озвучкой и все такое. Ну, во-первых, вам проще. Вы... Не нужно успевать читать строчку диалога вам. И я не буду париться, чтобы ее попытаться вам прочитать. Вам слушать мое ужасное чтение. То есть всем будет от этого проще. Поэтому я решила все-таки скачать с русской озвучкой. Ну, и стоит начать новую игру. Игра, в которой все принятые вами решения отражаются на прошлом, настоящем и будущем. Выбирайте с умом. Да, игрушка такая чумовая, конечно. Очень много таких сложных решений, но... Попробуем. Попробуем. АПробuiten. АПробуем. Где я? Что происходит? Так, управление у нас тут такое же, да? Да, такое же, как и у вампиров. У меня, как говорится, вампиры мозга, они у меня всегда и везде. Так, а бегать-то у нас? Бегаешь? Ну так, чуть-чуть. Чуть-чуть ускорим темп, скажем так. Мать моя женщина. Вот это я, кстати, видела-видела. Эй, ну тут и не застревай. Твою мать! Угу. Нет! Вау! Это было так реально. Что фильмы – это маленькие частички времени. И это можно с тем же успехом отнести и к фотографиям. Так. Я в классе. Все хорошо. Я в порядке. В свете, и во тьме. В цвете, и контрасте. А теперь, вы можете назвать меня фотографа, который идеально запечатлял человека в черно-белом. Я точно не спала. Да и не похоже это на сон. Странно. Диана Арбуз. Молодец, Виктория. Почему Арбуз? Из-за безнадежности в ее работах. То есть мы сейчас можем управлять, да? Ты что, сможет мне тени, когда видишь грустные глаза матери и детей? Она вроде как видела человечество измученным, так? Полная чушь. Как взглянуть? Я не понимаю, как взглянуть. Никому не говорите. Ага. А если серьезно, ведь каждого из вас можно подкоровулить переулки и заснять момент полного отчаяния. Как управлять? Да и со мной вы можете такое сделать. Не слишком ли просто? Не слишком очевидно? Передвиньте. А может, Арбуз Тойла фотографирует людей, когда они кажутся прекрасными и невинными? У нее отличный вкус. Она могла бы выбрать другое направление. Должна признать, я не такая большая поклонница ее работ. Мне больше по душе, Роберт. Какой кошмар. Если я покажу ее мистеру Джефферсону, то позорюсь перед всем классом. Фрэнк. Согласен, Виктория. Он запечатлил Америку избитой в послевоенной обстановке, но относительно экономики. Поверить не могу, что я все еще ношу этот пенал. Надо бы купить что-то из 21 века. Хотя, мне нравится раритет. Потому что Фрэнк стал вдохновителем Керуака, и оба последствия стали великими хрониками 50-х. Итак, мы все видели шедевральные снимки. Я давно не вела свой дневник должным образом. А если нет, позорвался там. Если кто-то еще это увидит, что они подумают? Тут охрененно много. Поэтому, кому будет интересно, на паузе почитайте, окей? Договорились? Хм. Угу. Угу. Неплохо. Так, первый эпизод у нас называется Хризалида. Он показывает романтическое уныние 20-го века. Так, а что у нас в сумке? Сумка потасканная, она со своей задачей справляется. А у меня такая же. Ну, была когда-то. Пока я новую семью. Мне нужно сделать фото, показать, что я здесь. К тому же, пополню свое портфолио. Тем более, нужно удалить свою селфи-ломку. Селфи. Это великая традиция. Кошмар. И я всей душой подтверждаю ваши права на самовыражение. Или селфи-выражение. Шпоньк. Да, я знаю, простите. Похоже, Макс сейчас делала так называемое селфи. Дурацкое название для отличного фотоприема. А у Макс к этому талант. Разумеется, вы знаете, что фотопортреты стали популярны с начала 19 века. Так что ваше поколение не первое, которое использует селфи для самовыражения. Я рада, что она хотя бы губу уточка не делает. Простите, не смог удержаться. Суть в том, что портретура всегда была важным аспектом как в живописи, так и в фотографии. Вот как-то так. Итак, Макс, раз уж ты привлекла наше внимание и хочешь поучаствовать в разговоре, то не могла бы ты назвать нам процесс, который подарил нам первые автопортреты. Вот неудобное вот это вот управление, какое-то, я не знаю, пространство мне, пожалуйста. Ладно. Ты либо знаешь это, либо нет, Макс. Здесь есть люди, знающие ответ на вопрос? Это был Луис Дагер, французский художник, который изобрел Дагеротипию. Процесс, который дает портретам зеркальный эффект. Со своими ретро-штучками ты забыла основы. Печалька. Очень хорошо, Виктория. Дагерский процесс позволил нам различать детали на лицах людей, делая портреты популярными с начала 19 века. Первый американский Дагеротипный автопортрет был сделан Робертом Корнелиусом. Вы можете узнать о нем все. Прости, Макс, на сегодня хватит селфи. В интернете. Ребята, не забудьте принести фотографии для конкурса Герой дня. Победитель полетит самой в Сан-Франциско, где его фото будет показано всему миру искусства. Это отличный старт для карьеры фотографа, так что Стелла и Алиса, соберитесь. Тейлор, не прячься, я все еще жду твою работу. И да, Макс, я вижу, как ты притворяешься, будто не видишь меня. Сан-Франциско, это круто. Хотя я бы хотела в Лос-Анджелес. Что мы тут можем потыкать? Даже ее дневник в подарочной обложке. Поверить не могу, что она подшутила надо мной перед всем классом. Есть, что, 15? А ведь все смеялись. Ой, развернись, моя прелесть. Использовать? И как же я могу его использовать? Следовало догадаться, у нее оборудование лучше, чем у Академии. О-о-о, все ясненько. Конечно, у Виктории все самое лучшее, новейшее и очень дорогое. Креплисть. Это что? Это лишь подтолкнет вас к миру больших возможностей. И я не хочу, чтобы кто-то этого... Давайте сфотографируем. Но вместе с тем мне нужно дать вам понять, что мир фотографий не для каждого. Я свой звездный сейчас поймал. Как я понимаю, она у нас фотограф и... Черт возьми, фоткай все. Все, что ты видишь. Хотя я не фотограф, у меня вообще руки из задницы растут. Давай используем. Кто-то уже работает за этим компьютером. Круто. Красиво. Что я могу сказать? Вообще игрушка очень красивая. Сама посидела, хотя бы в окно посмотреть. Черт, у них там... У них там есть деревья. У меня из дома такого не видно. Ну, из окна. Что у них видно из кабинета. Давайте посмотрим. Кейт сегодня такая тихая и грустная. Бедняжка. Привет, Кейт. Привет. Ты какая-то грустная. Я просто задумчивая. Вот, кстати, озвучка и вот то, что пишется снизу, там как... Есть некоторые различия. Глянь-ка, что я... Теперь я жалею, что прочла это. Раз видеть. Дорогая Кейт, мы в восторге от порно-ролика с твоим участием. Чмоки-чмоки. Академия Блэк-Клэк-Клэк. Прелесть какая. Интересно, нам этот ролик покажут? Да, я плохой. Но мне же интересно. Мне советовали тыкаться здесь во все, во что можно только потыкаться. Поэтому я тыкаюсь здесь везде. Я чувствую, что это затянется, но все равно. Приятно видеть, что фотографии мистера Джефферсона напечатали в журнале. Прикол. Это что? Потрясный принтер. А, это принтер. С радостью распечатала бы на нем свои фотографии. И устроила выставку своих работ. Кто тебе не дает распечатать? Было круто, когда мистер Джефферсон сделал фотокласса в первую неделю. Хоть я и не хотела быть на фото, было охренительно наблюдать, как он нас кадрирует. Черт, у них штативы из карбонового волокна. И оголовье закрепляется. Боже, какая я фотозадротка. У меня тоже идол моей штатив. Правда, я не знаю, из чего он. Он был самый дешевый. Еще одного. Мне почему-то кажется, или я знаю девушку, которая озвучивала нашего персонажа. Ох, блин, ты только посмотри, какой ультразум. А этот винтажный дальномер. Окей, мы вообще ничего не посмотрели. А здесь есть переключение на вид от первого лица? Подождите. Окей, нету. Даже на фотографии здешний лес выглядит так таинственно. А вот фотографии здесь, кстати, хреновые. Так-то по-хорошему. От маяка здесь не спрячешься. Вау, мистер Джефферсон с этим монстром дурака не валяет. Наверное, отвалил 20 кусков за эту камеру. Должно быть, получаются точные цифровые снимки. Но все же моя камера мне одния. Когда я смотрю на Викторию, то мне кажется, что она говорит про меня гадости. Ну да, этим местом можно говорить только гадости. Давайте сначала на него посмотрим. Так нелепо. Я всегда стесняюсь и нервничаю перед мистером Джефферсоном. Вот это зря он же учитель. Извините, мистер Джефферсон, можно с вами поговорить? Да уж, извинись. Нет, Виктория, ты нас прости. Я не допущу, чтобы будущая звезда среди фотографов упустила свой шанс. А я должна? Просто не думаю, что это так важно. Макс, фотографируешь ты лучше, чем врешь. Знаю, выслушивать лекции от какого-то там старика то еще западло. Но жизнь не станет играть с тобой в догонялки. Ты молода, все еще впереди, бла-бла, верно? Но у тебя есть талант. Ты одержима фотографиями. Тебе хочется запечатлеть мир таким, каким ты его видишь. И все, что тебе нужно, это набраться смелости и поделиться этим талантом с остальными. Вот что отличает художника от любителя. Окей. Что мы вообще должны делать? Флокат с рекламой конкурса. Мистер Джефферсон очень хочет, чтобы я в нем участвовала. Зачем? Не думаю, что я готова к своим 15 минутам бесславия. Ты не говорил мне, как хорошо я выгляжу. Я собирался. Ты всегда хороша. Добро пожаловать в реальный мир. Секс. Тогда во время занятий я отправлю тебе особое фото. Мне срочно нужно в туалет. Ополоснуть лицо и убедиться, что я не похожа на неудачницу. Не нанежу свой долбанный класс. Она так, блядь, сфиксируется, делается, а все драма не померит. Ага. То есть мы тут еще и музычку послушаем. Ну, так как мои видео сняты с монетизацией, то меня за это, скорее всего, не заблокируют. Просто я пыталась узнать, блокируют ли видео этой игры, если не включать музыку. Потому что из того, что я загуглила, вроде бы как нет. Мне жалко, тут нет карты. Вот так. Ненавижу амбалов вроде Логана. К тому же он из циклона. Бедный Тенни, он такой хороший. Хотелось бы мне вланить с Логаном. А давайте на всех ты твоя. Стелла постоянно изучает свои записи. Она в Блэкфолле для того, чтобы учиться. Типичная ботанка, типа, да? Да, она тоже учится со мной. И она урождённая чирлидерша. Их, наверное, делают на фабрике. Упс, сорян. Не следует мне так говорить. Да она хорошо ко мне относится. Что? А это кто тут у нас? Кажется, его зовут Джастин. Окей. Эван со мной почти не общается. Но фотографии у него крутые. И прическа ничего. Алиса постоянно переписывается. Хотя в реальной жизни особо ни с кем не общается. Тут мы можем во что-нибудь втыкать. Смотрите, у них тут шкафчики. Как, я не знаю, в обычной американской школе. Кажется, это Кортни. Тейлор и Виктория сделали из неё настоящую рабыню. Это Тейлор. Она всегда ждёт Викторию. Супиночку. Сдавай назад. Чё-то я смотрю, уже всем мешаюсь. Кажется, она пропала несколько месяцев назад. Последний раз видели в Аркадия Бэй. Пропала без вести. А, день исчезновения 22 апреля 2013 года, понедельник. Возраст 19 лет, но рост 165 метров. А, но метр 60 лет. Вес 50 килограмм. Вос, блондинка, глаз, кайф. На Икле татуировка в виде дракона. На внутренней стороне левого запястья татуировка в виде звезды. Рэйчел Эмбер, 19 лет. Если у вас есть информация, и бла-бла-бла. Окей. На кого мы еще не повтыкали? Я видела, как Брук тусовалась с Ороном. Из них бы вышла отличная пара. А тебе лучше знать. Где у вас тут толкан? Дайте мне карту. Кажется, я его вижу. Ну, давайте здесь еще потыкаемся, и потом в туалет. Пойдемте к ректору. Ректор не часто выходит из своего кабинета. И не надо. Ну, давай посмотрим. Рэйчел Эмбер. Опять? Она такая красивая. Ненавижу эти плакаты. Это так грустно. Объявление о продаже. Мисс Грамм. Чудесный учитель. Господи. Тут так много всего, что не пойми вообще, на что ты втыкаешь. Ступня Викфута. Пожалуй, мне следует привыкать к школе в традиции. Вперед, команда. Уменились. Да и в целом, мне нравятся скейтеры. Только вот я им не нравлюсь. Тебе оно надо. Боже, Самуэль такой странный. Но в какой-то мере он мне нравится. Ладненько. Джульетта моя соседка по общаге. Она тоже состоит в клубе циклонов. Да, они походу в детом состоят. Неудивительно, что Джульетта встречается в закоре. Все качки тусуются в циклоне. А это кто? Он милый. А, вы уже втыкали на него. Только вот я им не нравлюсь. Это Хайден. Еще один член циклона. Но в отличие... Это Хайден. Еще один член циклона. Но в отличие от остальных, он не ведет себя как урод. Это объявление, я так понимаю, да? Можно воткнуть? Нет, не хочу. Все, нафиг, короче. Идем в туалет. Я никак не могу привыкнуть к управлению здесь. Здесь пусто? Хорошо. Никто не увидит мою кислую мину. Кроме меня. Вот единственное, чего понять не могу. Неужели ты без музыки не могла дойти до туалета? Это вы знаете, как у меня подруга одна есть. Ну вот зачем кто-то пишет подобный бред? Ясно. У меня есть подруга, которая каждый день, ну, каждый перерыв ходит с... Воспользоваться. Такое чувство, что вселенная издевается надо мной, куда бы я ни пошла. Все началось с этого странного сна в классе. Забавно. Неужели я схожу с ума? Так вот. Она постоянно ходит, как бы, из общаги на пары, обратно в общагу и так далее. И вот без музыки ей пять шагов вообще не пройти. Кошмар вообще. Нормуль? Расслабься, перестань себя мучить. У тебя есть талант. Хуйня все. Эй, ну хорошая же фотка. Когда закрывается дверь, открывается окно. Или что-то типа того. Ладно, дорогуша, такое фото не каждый день сделаешь. Бабочка. Можно сначала посмотреть? Вау, откуда же ты взялась? Она не похожа ни на один знакомый мне вид. Эти синие крылья буквально светятся. Я даже чувствую, как они развивают воздух вокруг. Эта бабочка словно привидение. Ну, давай фото мордочку. Что парень делает в женском туалете, а? Или у них здесь, как бы, нет разделения на женский мужской. Раз, два, три. Ни хрена себе босс такой. Тощенький. Чего тебе? Надеюсь, ты проверил периметр, как сказал бы мочмошный отчим. Итак, перейдем к делу. Нет, у меня ничего. Врешь. У тебя до жопы бабла. Ими владею не я, моя семья. Боже мой, бедный малыш. Я знаю, что ты толкаешь дурь здешним деткам. Думаю, твоя уважаемая семейка поможет, если я обращусь к ним. Предвкушаю заголовки в газетах. Не втягивай их в это, сука. Скоро все узнают, что Нейтан Преско торчок, который ноет, как девчонка, и говорит сам с собой. Ты не знаешь, кто я, блядь, такой. И что я могу сделать? Где ты его достал? Что ты творишь? Ну же, опусти его. Не смей мне указывать. Меня достало, что люди пытаются мной помыкать. Да пойми, что из-за убийства у тебя будет гораздо больше проблем. Да по такой, такой швали даже скучать не стану. Убери от меня пушку. Псих. Нет. Отлично. Что за хрень? Как? Как такое возможно? Я была в туалете. Он застрелил девушку. Я подняла руку, а затем оказалась здесь. Эту лекцию я уже слышала. В свете и во тьме в свете. Над Кейт снова издеваются. Если у Виктории зазвонит телефон, это все заправда. Черт! Вы можете назвать меня фотографа, который... Блин, я не могу в это поверить. ...человека в черно-белом. До свидания, камера. Ладно, раз уж я схожу с ума, то нужно идти до конца. Неужели я правда могу поворачивать время вспять? Молодец, Виктория. Почему арбуз? Из-за безнадежности в ее работах. Ты чувствуешь угнетение, когда видишь? Чувствуешь угнетение, когда видишь? Ага. Все, поняла, в чем прикол. Нужно перемотать. Да знаю, я знаю все. Кипишой. А долго перематывать-то? Я смогла. Я сделала это. Сделай селфи. Молодец, Виктория. Почему арбуз? Когда я сделала селфи, Джефферсон задал мне вопрос. Если он сделает это снова, значит все за правду. Так называемое селфи. Дурацкое название для отличного фотоприема. А у Макс к этому талант. Я точно знаю, что не сплю. Все реально. Я уверена. Так что ваше поколение, которое использует селфи для самовыражения. А что если та девушка еще не умерла? Я смогу ее спасти? Макс всегда была важным аспектом как в живописи, так и в фотографии. Нужно быстро отправиться в туалет и проверить. Итак, Макс, раз уж ты привлекла наше внимание и хочешь поучаствовать в разговоре, то не могла бы ты назвать нам процесс, который подарил нам первые автопортреты. Извините, мне плохо. Можно выйти? Отличная попытка, Макс. Но так просто тебе не отделаться. Поговорим после занятий. Здесь есть люди... Вот черт! Джейферсон хочет оставить меня после занятий. А ведь мне нужно спасти девушку. Процесс, который дает портретам зеркальный эффект. Со своими ретро-штучками ты забыла основы и чарька. Очень хорошо, Виктория. А если я отмотаю время и дам правильный ответ? ...позволю вам различать детали на лицах людей, делая портреты популярными сначала дев... Бэк-Макс, раз уж ты привлекла наше внимание и хочешь поучаствовать в разговоре, то не могла бы ты назвать нам процесс, который подарил нам первые автопортреты. Дагерский процесс. Теорию разработал французский художник Луи Дагер в 1839. Похоже, ты изучаешь материал так же хорошо, как и позируешь. Так держать, Макс. Дагерский процесс сделал портретуру невероятно популярной. В основном из-за того, что он дал возможность искать новые детали. Вы узнаете больше, когда прочтете заданные на дом главы. Макс пока обходит всех остальных. Ребята, не забудьте принести фотографии для конкурса Герой дня. Победитель полетит самой в Сан-Франциско, где его фото будет показано всему миру искусства. Это отличный старт для карьеры фотографа, так что Стелла и Алиса, соберитесь. Тейлор, не прячься. Я все еще жду твою работу. И да, Макс, я вижу, как ты притворяешься, будто не видишь меня. Макс, ты не сходишь с ума. И это не сон. Пора бы тебе стать героем дня. Ну вот и проваливаем отсюда. Только я не разобралась, пока как ты бегаешь. Я вижу тебя, Макс Колфилд. Даже не думай уходить, пока мы не поговорим о твоей работе. Черт. Окей. Я не допущу, чтобы будущая звезда среди фотографов... Я случайно пропустила. Ну, учитывая твою любовь к селфи, у тебя наверняка под тысячу снимков. Мне придется долго выбирать хороший. Макс, только не затягивай. Как сказал Джон Леннон, жизнь это то, что происходит с тобой, пока ты оживленно строишь другие планы. А теперь иди. Я не хочу тебя задерживать. Нажми Ctrl, чтобы быстро отменить свое предыдущее действие перемоткой. Ага. И что мне это дает? Да, Виктория, ты все равно должна сделать домашнее задание. Извините, мистер Джефферсон, можно с вами поговорить? Да уж, извинись. Нет, Виктория, ты нас прости. Я не допущу, чтобы будущая звезда среди фотографов упусти... И? А. Ясно. Я почти готова. Как сказал Джон Леннон, жизнь это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы. Макс, ты сегодня отжигаешь. Все ответы правильные. Постарайся сегодня закончить. Я верю в тебя. А можно я отдам тебе свое селфи и все? А если я пробел сейчас нажму? Как она бегает? Я не понимаю. Открой. Потому что по привычке нажимаю Е. Где здесь туалет? Пожалуйста, пожалуйста. Где туалет? Я не помню, где туалет. Нельзя никому говорить. Скажу, чокнутая. А, вот, бежит. Смотрите-ка. Я же служу тебя в руках. Значит, все-таки shift. Где тут туалет? О, угадала. Я тебе не дразниваю. Я ненавижу математику всех этих патанов. Итак, Макс, повтори каждый шаг. Я умылась. Порвала фотографию. Видела бабочку. А затем сюда прилетела бабочка. И я ее сфоткала. А ты меня ослепила. Не втягивай их в это, сука! Ты не знаешь, кто я, блядь, такой! И что я могу сделать? Дайте мне управление. Не смей мне указывать! Вау, все идентично! Мной помыкать! Да пойми, что из-за убийства у тебя будет... Что, я могу? Могу что-нибудь? Это по такой, такой швале. Нужен молоток, чтобы разбить стекло. Отлично! Где я его тебе возьму? Что? Блядь! Блядь! Мать, я не могу этого допустить! Ладно, перематываем. Почему не мотается? А, вот, мотается. А докуда надо мотать? Гораздо больше проблем! Да, по такой, такой... Мотай, мотай, мотай! Стой! Лей мне указывать! Меня достало, что люди пытаются мной помыкать! Да пойми, что из-за убийства у тебя будет гораздо больше проблем! Да, по такой, такой... Швале! Даже скучать не станет! Давай, 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 давай! Убери от меня пушку! Всех! Бля, не успели! Нет, 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 нет! Нет, не успели, блин! Подожди, контрол! Молоток! Давай, ломай! Молодец! Не может быть! Никогда ко мне не прикасайся! Очередной дерьмовый денёк! Он не убил её! Как такое возможно? Я видела, как девушку застрелили, а потом спасла её! Что за пиздец? Просто успокойся! Привет, бабочка! Тебе не страшно, нет? Докатились! Надо сваливать, пока не засекли, что это мы тут ложную тревогу объявили! Эй, ты слышишь сирену? Ты должна быть на улице! Мне нужно было в туалет! Все девчонки так оправдываются! За что оправдываться? Что бы ты там ни делала, у тебя на лице написано, что ты виновата! Меня врасплох застали! Тогда проваливай отсюда, девчуля! Или ты там что-то прячешь! Благодарю, мистер Мэтсон! Всё находится под контролем! Ничего не случилось! Оставьте Макс Колфилд в покое! И, пожалуйста, вырубите сирену! Ведь это ваша работа! Суровый охранник! Я бегу к тебе, директор! Привет! У тебя взволнованный вид! Ты в порядке? Я... Я просто волнуюсь за своё будущее! Я вижу, ты нервничаешь! Ты ничего не скрываешь! Можешь быть откровенной со мной, Макс! Ты сделала что-то плохое! Ведь так? Макс, расскажи! Ага! Это, я так понимаю, самое первое, ну, такое, серьёзное решение в нашей игре, да? Но стучать на Нейтана, не рассказывать о Нейтане! Ммм... Вот, с одной стороны, вот, не рассказывать, это будет логично! А с другой стороны, я понимаю, если бы он разбил с окно, но другое... Блин, он хотел застрелить человека! Я не знаю... Давайте настучим! Может, у него пушку отберут? Я видела Нейтана Прескотта с пистолетом в руках. В женском туалете. Нейтан Прескотт? Ты уверена? Да. Он разговаривал сам с собой, держа в руках оружие. Я говорю правду, он был похож на психа! Ладно, успокойся, успокойся. А теперь скажи мне, он видел тебя? Я пряталась за кабинками. Я имела право там быть? Это женский туалет. Конечно, конечно, я только хочу понять, что случилось. Мистер Прескотт из самой известной семьи в городе. А еще он самый почитаемый ученик. Сложно поверить, чтобы он размахивал оружием в женском туалете. А вот, по-моему, из-за того, что он такой вот... Ну, потом он вышел, а я выбежала, не зная, что делать. Действуйте! Это серьезное обвинение. Я разберусь с этим. Спасибо, что рассказала. И это все? После моих слов? Давайте мы обсудим это позже. В моем кабинете. А теперь идите на улицу вместе с остальными, мисс Колфилд. Естественно, он ничего с ним не сделает, поскольку семья Прескотт владеет Академией Блэклэл. Перемотайте время, если желаете. Может перемотать время и соврать? Блин. Когда вы покинете эту зону, вы больше не сможете изменить свой выбор. Не, ну это как бы нормально. Он, ну, блин. Если он из самой почитаемой семьи, то есть они там, я не знаю, богатые, знаменитые, все дела. То это нормально, что у него есть пушка. У всех богатеньких есть оружие. У них же есть на это деньги. Вот у нашей Макс, как я понимаю. Нет, пушки. Погоди. А может не говори? Или сказать? Давайте оставим, потому что, ну а вдруг он реально разберется? Черт его знает. Хрен уж с ним. Красиво у них тут. Нейтан Брэскот, пройдите в мой кабинет. Спасибо. Это появление пропаж тут валяются. Чья статуя? Уверена, основатели Блэквелла срали бы кирпичами, если бы знали, что современные студенты будут ходить, как зомби с телефонами. Фонтан. А как на него можно посмотреть? Присесть. Давайте присядем. Этот день становится все безумнее. Мне показалось, что там квадрокоптер. Быстро. Просто бессмыслица какая-то. Все эти видения и силы. А я все жду момента, когда же проснусь. И даже если это сон, я-то не сплю. А это значит, что я как-то смогла повернуть время вспять. Но это должна быть какая-то причина. И я ее выясню. У тебя такие тени темные, детка. Я могу встать? Окей. Могу ее потискать? А можно ее сфоткать? Я не могу к ней пройти. Она вся такая, не знаю, недоступная. Покопаться в мусоре. Поговори, смотрите-ка. Это препод. Раз мисс, значит препод. Добрый день. Извини, Макс. Знаю, все любят подписывать петиции. Но ты могла бы сделать мне одолжение и выслушать меня. У меня всегда есть время для вас. А о чем петиция? Дэвид Мэдсен, начальник охраны, хочет разместить камеры наблюдения по всему кампусу. В коридорах, в классах, в спортзале и даже в общежитии. Академия Блэкэлл – это высшая школа, а не тюрьма строгого режима. Это безумие. Это безумие. Конечно, в школах должны быть меры безопасности, но камеры в кабинетах... Это скользкая дорожка. Именно ученики Блэкэлла решают, что будет дальше. У Академии Блэкэлл богатая история. Начиная с коренных американцев, основавших эту землю, и заканчивая учеными, которые хранили на этой земле мир. Блэкэлл основан так давно? Невероятно! Тебе многое предстоит узнать о своей альма-матер. Тебя ждут удивительные факты. У нас большая история. Думаю, она способствует духу искусства, что витает здесь. И прежде чем снова... Здесь витает кавадрокоптер, а не дух искусства. А то наш кампус вернется в 1984 году. Подписать? Конечно! Я не против безопасности. Но камеры... Это уж слишком. Я знала, что ты не просто так стала моей любимой ученицей в Блэкэлле. Это будет иметь последствия. Не, на самом деле, это какой-то бред. Эти камеры. Зачем здесь камеры? Здесь у них и так уже все изрисовано. Тап? Где у меня тап? Нужно ответить на СМС-курт. Я не успеваю так быстро. Тихо! Стой! Ага. Хочешь попить кофе после занятия? Мне нужно отвлечься от учебы. Пожалуйста. Не забудь заценить фильм... Некромантик. Но на моей флешке. Мухахаха. Эй, безумная Макс! Макс, гоу, оторвемся. Мне нужно готовиться к тесту по физике. Так что, если мы вдруг что-нибудь сломаем, надо высчитать момент силы. Оу. Не игнорь меня. Хай, Макс. Не могла бы ты вернуть мою флешку. Мне нужна кое-какая инфа. И место. Ау. Сорян, опаздываю. Безумный денек. Встретимся на парковке. Я, как всегда, отлично выгляжу. Ты без труда найдешь меня. Я уже приготовила камеру. Скоро увидимся. Надеюсь. Как тут выходит? Так, мне следует сходить в общагу и взять там флешку. Ладно, пошли в общагу. Побежали! Это кто? Какая-то девка. Я могу про ней пройтись? Нет? Печально. А это кто? Мы с ним можем поговорить. Привет, Хайден. А вот и она. Любительница ретро-селфи. Да, это я. А ты, Хайден, как всегда, расслаблен. Учиться в Блэквилле тяжело, особенно когда ты состоишь в циклоне. Но тут нечем хвастаться. А что из тебя представляет циклон? Он кажется таким элитным? Только для тех, кто недостаточно крут. Но в нем есть большие преимущества. Ну, как скажешь. Да. Но тебе следует как-нибудь потусить с нами. Перестанешь сплетничать о нашем клубе. Что-то я даже не знаю. Нет. Я не люблю клубы. Я так не думаю. Я просто не люблю вечеринки. Я тоже. Это потому, что ты не тусила с нами. Даже с Викторией. Она становится прикольной, когда обкурится. Неприятно думать о вечеринке, когда тебя окружают все эти плакаты с Рэйчел Эмбер. Ты права. Рэйчел тусила с нами. Классная девчонка была. Умная и нестервозная, как сама знаешь кто. Так ты знал Рэйчел Эмбер? Я знаю, что она любила тусить. С ней было весело. Да и внешне она была очень даже ничего. Что же с ней случилось? Ну, а что случается с людьми, которые исчезают без следа? Рэйчел тоже была членом клуба «Циклон»? Нет. Мне всегда казалось, что у Рэйчел есть свой клуб. Она была для нас слишком крута. Но я этого не говорил. Как Виктория относилась к Рэйчел? Похоже, она очень ревнивая. Не думаю, что ты так хорошо знаешь Викторию. Она уважала Рэйчел. Хоть и не показывала этого. Ты правда хочешь, чтобы Нейтан был представителем «Циклона»? Я тебя умоляю. Все просто ненавидят Нейтана. Как по мне, он нормальный. С ним весело тусить. А ненавистники? Пусть идут нахуй. Мне кажется, что он дико не уравновешен. Уны-то есть свои загоны, но они есть у всех. Я еще не знаю. Ладно, потом поговорим. Пока, Макс. А теперь надо собраться и продолжить учебу. Приходите с Даной тусить с нами. Придем как-нибудь, наверное. Ладненько, друзья мои. На этой прекрасной ноте серию мы нашу завершим. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok